Здравствуйте, меня зовут Анна, я работаю в университете Нархоз в отделе обеспечения качества. В 2012 году я поняла, что очень хочу учиться за рубежом. Тогда я была студентом третьего курса Американского университета Центральной Азии в Бишкеке. И вот к третьему курсу я вдруг поняла, что очень хочу делать магистратуру за рубежом, но на стипендии. Это казалось прям несбыточной мечтой, ведь нужно было не только иметь хорошую финансовую подушку, но и пройти все пороги для поступлений в иностранный вуз. Ну такие, как, например, TOEFL или IELTS, GRE или GMAT, а иногда даже внутренний экзамен. И вот в перерывах между работой и учебой я смотрела сайты со стипендиальными программами и подала порядка, наверное, 50 разных заявок. Меня не брали. Я получала отказ за отказом. И вот с каждым письмом от моего сердца отрывался кусочек, просто и падала самооценка. И вот так как я отчаянно хотела учиться за рубежом, я начала подавать везде, просто вот куда возьмут. Не самая, конечно, лучшая стратегия, но она мне дала колоссальный опыт написания мотивационных писем. И вот с каждым разом оно становилось все более интересным и привлекательным. И затем я нацеленно выбирала программы в Азии, например, в Японии, Корее или Гонконге. И у меня получилось. Я поступила на государственную программу KGSP от корейского государства. Первый год мы учили корейский по 7 часов в день и весь календарный год. У нас было всего 3 недели каникул. Хотелось все бросить, уехать. Но я осталась, ведь это была моя цель, и бросать на полпути было обидно. В следующие 2 года я уже училась в KDI School of Public Policy and Management, и это был лучший think tank в Азии. Собственно, поэтому и упал мой выбор именно на них. Первый год работать нам не разрешали, и я жила на стипендию, конечно, экономила, но на продуктах, чтобы были деньги объездить Корею, потусить в клубах, пошопиться, на концерты сходить. Ну и в итоге училась я 7 лет, получила 2 диплома, да, можно так сказать. Во время моей учебы многие говорили о программе двойного диплома. Это когда можно учиться в своем университете, например, 3 года, и последний год в зарубежном вузе-партнере. В итоге, отучившись, можно получить 2 диплома, один международный и государственный своей страны. Очень удобно сэкономить время и, самое главное, деньги. Сейчас я думаю, что если бы у меня была возможность поступить сразу на программу бакалавра с двойным дипломом, где бы меня полностью провели через тернистый путь поступлений, экзаменов, отказов, я бы не думая согласилась. Это экономит не только деньги, но и время, которое так важно сейчас. Вместо того, чтобы учиться 5-6 лет, или как 7 лет, например, я училась, можно за 4 года получить 2 диплома и потом еще и учиться в магистратуре. Образование, конечно, эволюционирует, и университеты за студента продумают его путь от начала, и даже варианты дальнейшего карьерного развития после выпуска. Нам остается только учиться. Итак, почему бы я выбрала и то, и другое, и двойной диплом бакалавра, и магистратуру за рубежом? Три простые причины. Первая – это международный опыт и учебы, и практики за рубежом, и в своей стране. Второе – это четкое создание своего дальнейшего карьерного пути. Это и работа, и магистратура, к примеру. И третье – это широкая сеть друзей и будущих коллег, как минимум в двух странах. Так что хорошенько подумайте перед таким важным шагом и сделайте правильное решение. Друзья, не упустите крутую возможность получить 2 диплома за 4 года. Вся информация под этим видео. Всем успехов!